МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Покажем нетрезвого водителя Лексуса, задержанного в дербышках, и молодого человека, купившего машину, но еще не получившего права. А также задержание предполагаемого торговца оружием в лесу в поселке Залесный. Это и не только. Прямо сейчас. Шкоду, за рулем которой сидела девушка с признаками алкогольного опьянения, остановили автоинспекторы на улице Зорге. С ней был пассажир. Мужчина не отрицал, а не пили. Он так вообще не трезвел уже несколько дней. Автоинспекторы предложили автоледи пройти экспресс-тест на алкоголь и сдать анализы в больнице. И быстро выяснили, что водительские права девушка вернула совсем недавно. До этого ее уже лишали водительского удостоверения за езду в нетрезвом виде. Мужчина-пассажир Шкоды уверял, да, выпили, она немного, он побольше. Я-то дыхал его. Я уже восьмой день пью. Говорит, его спутница переживала, как бы не нарваться на пост ГИБДД. У нее уже был такой опыт. До этого попадалась пьяной за рулем. Прав ее лишали. Срок лишения закончился совсем недавно. Я в жизни не стоял. Сама девушка общаться не захотела, но дала понять, что трезва и не понимает суть претензий к ней автоинспекторов. При этом от медицинского освидетельствования она отказалась, что по закону приравнивается к вождению в нетрезвом виде. Но не это волновало ее спутника. Он переживал, что машину теперь отправят на штрафстоянку и печалился об испорченном вечере. Я только с ним познакомился. Вот только начал весна. Говорю, кайфу, вообще кайфу, вообще кайф, вообще кайф, кайф. Ну, взяли бутылочки, ну, чекай, короче, там в лес уехали, там в лесу посидели. Она говорит, дайте от дома довезу, ну, давай до дома довезешь, у меня останешься. Вот доехали. Теперь девушка может употреблять спиртные напитки, не опасаясь автоинспекторов. Прав ее опять лишат. К тому же за повторное вождение в нетрезвом виде ей грозит уже уголовная ответственность. Статья предусматривает от штрафа до 300 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет. Алия Харудинова, Наиль Абдуллин, вызов 112. А на улице начальной автоинспекторы остановили «Лексус», водитель которого также имел явные признаки опьянения. Мужчина скрывать ничего не стал. Честно рассказал, что выпил. Это подтвердил и алкотестер. А до дома не доехал буквально несколько десятков метров. Просто не ожидал на тихих, безлюдных ночных улочках дербышек встретить автоинспекторов. С этой, с тренировки, с ракетами. Он не скрывает, в этот вечер выпил. За руль сел спокойно, в своем состоянии был уверен. Ехать было недалеко. Улицы пустые, движения по ночам тут почти нет. Автоинспекторов увидеть совершенно не ожидал. Они заметили «Лексус» на соседнем перекрестке. Как поняли, что с водителем не все в порядке, не говорят. Но в догадках не ошиблись. За рулем внедорожника сидел 37-летний мужчина. День рождения ровно через месяц. Алкотестер показал 0,8 миллиграмма чистого алкоголя в литре выдыхаемого водителем воздуха. Не проще подать такси-то было? Проще, конечно. Официально за руль теперь он не сможет сесть от полутора до двух лет. Такое наказание в придачу к штрафу в 30 тысяч рублей за нетрезвое вождение предусматривает кодекс об административных правонарушениях. Счастлив тот, кто не живет по датам, а по днём. Рамиль Шайдулин, Аиль Абдулин. Вызов 112. А на улице Голубятникова автоинспекторы остановили «Хионда Санату». От водителя почувствовали легкий запах спиртного. От прохождения экспресс-теста на алкоголь мужчина не отказался. Прибор показал чуть больше 0,18 миллиграмма спирта в литре выдыхаемого воздуха. Это совсем немного больше разрешенного максимума. Закон позволяет садиться за руль при 0,16 миллиграмма. В больницу на медицинское освидетельствование мужчина не поехал. К ситуации отнёсся философски. В жизни бывает всякое. И спокойно смотрел, как его машину эвакуатор забирает на штрафстоянку. На улице Гагарина, там где частный сектор и гаражные кооперативы, автоинспекторы остановили «Ладу 9-й модели». В ней находились несколько подростков. Прав у водителя не было, их он получить ещё не успел. Зато спокойно ездил по улицам района. Хотел отвезти девушку домой. Но на пути попались сотрудники ГИБДД. Девочку просто за домом, отец просто вчера остановили. Не стал скрывать, водительских прав у него нет. Только учится в автошколе. Теорию, как сам считает, знает неплохо. На вождение ходит охотно. Элементарные навыки получить уже успел. Машину, рассказывает, купил только сегодня. Заплатил за неё 44 тысячи. Чтобы как только получит заветную карточку, сразу же сесть и поехать. Учусь уже. Просто взял, купил машину для того, чтобы поставить право. Получаю, сразу забираю её. Чтобы пока ГАИ всё оформить, с другом. Не страховка всё сделать. Приобретением похвастался перед друзьями. Не удержался и решил прокатить немного по ночной казани свою девушку. С восстания до тела. Всё, хотел бы там поставить её. Теперь дожидаться, пока её новый владелец получит права, девятка будет на штрафстоянке. Самому же водителю теперь грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей за езду без водительского удостоверения. Для Рысупа, Наэль Абдулин. Вызов 112. Десятилетняя девочка провалилась под лёд на озере Средний Кабан напротив улицы Авангардная. Сообщение об этом поступило спасателям минувшим вечером. Спас девочку из воды случайный прохожий. Он же вызвал скорую и передал ребёнка в руки медиков. Для обследования её госпитализировали в ДРКБ. Девочка была без сопровождения взрослых. Спасатели предупреждают, что структура льда на внутренних водоёмах города сейчас неоднородна. Наблюдаются полыньи и промоины. И выход на лёд может быть смертельно опасен. Мужчину с пистолетом задержали полицейские ночью в лесу в посёлке Залесный. По полученной ими оперативной информации, 24-летний житель Казани может быть причастен к незаконной торговле оружием. С собой у мужчины был полимерный пакет, в котором был пистолет. Экспертиза установила, что он был переделан в боевой и списанного охлащённого оружия. На нём просто поменяли ствол. Там же были 8 патронов калибра 9 мм. 5 предметов, по виду напоминающие гранаты. Ёмкости со стальными шариками, газовый баллончик, набор сигнальных средств и мобильный телефон. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов». Расследование уголовного дела продолжается. Сообщение о возгорании торгового комплекса на пересечении проспектов Амирхана и Машева поступило на номер вызова пожарной охраны 101 сегодня днём. Очевидцы сняли пламя на крыше здания. Прибывшие на место пожарные установили, что на четвёртом этаже, где располагается кухня, на плите при приготовлении пищи, вспыхнуло и пригорело масло. В результате никто не пострадал. Пожаром это происшествие не является. В Татарстане мошенники придумали новый способ обмана пожилых людей. Аферисты под видом сотрудников пенсионного фонда приходят к пенсионерам домой, сообщают о приближающемся дефолте и говорят, что бумажные банкноты надо срочно поменять, иначе они просто обесценятся. На эту удочку попалась 87-летняя жительница набережных Челнов. Сперва ей позвонили якобы из пенсионного фонда и предупредили о визите сотрудницы, которой надо будет показать имеющуюся наличность. И уже она скажет, какие банкноты надо менять. Пенсионерка так и сделала, когда к ней пришла неизвестная ей женщина. Якобы специалист показала, какие деньги надо поменять в банке, и ушла. Но с ней у пожилой женщины пропали и 470 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». МВД по Республике Татарстан напоминает, чтобы обезопасить себя от такого рода мошенничеств, не поддавайтесь уговорам незнакомцев, не впускайте в свое жилище посторонних, тем более, если находитесь дома одни. Проверьте информацию, которую они пытаются довести до вас. Если они выступают от имени учреждения, предварительно созвонитесь с этой организацией, закрепленным социальным работником, участковым уполномоченным полиции и проверьте наличие документов. До встречи и не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.